Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Наше отделение получает высшую оценку А все потому, что каждый из них отлично знает свое оружие Автомат системы Калашникова Это мощное и надежное стрелковое оружие советских вооруженных сил По своим достоинствам он превосходит лучшие образцы стрелкового оружия всех стран мира В том числе американского Автомат Калашникова безотказен в любых условиях Под проливным дождем, в мороз, в пыли Со специальным прибором автомат может стрелять и без пламени Боевые свойства автомата Дальность полета пули 3000 метров Убойные действия пули сохраняются до 1500 метров Прицельная дальность 1000 метров Наиболее действительный огонь до 400 метров Пуля пробивает кирпичную кладку толщиной до 15 сантиметров Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту Боевая скорострельность при стрельбе очередями до 100 выстрелов в минуту Одиночными до 40 выстрелов в минуту Сосредоточенный огонь из автоматов Ведется по наземным целям до 800 метров По самолетам и парашютистам до 500 метров Основные части автомата Ствол со ствольной коробкой Прицельным приспособлением И прикладом Крышка ствольной коробки Затворная рама с газовым поршнем Затвор Возвратный механизм Газовая трубка со ствольной накладкой Ударно-спусковой механизм Цевье Магазин Штык-нож В комплект автомата входят Принадлежность Ремень И сумка для магазинов Что еще можно сказать об устроении? Очень просто устроен, товарищ сержант Но как бы он не был прост Это не значит, что к нему можно относиться небрежно Погнутость загиба в боковых стенах магазина Может стать причиной задержки при стрельбе Что необходимо для предупреждения задержек при стрельбе? Постоянно содержать автомат в полной исправности Оберегать автомат от засорения и ударов Своевременно и с соблюдением всех правил Осматривать, чистить и смазывать автомат Не сразу поняли ребята Что для успешного выполнения огневых задач в бою Автоматчик должен в совершенстве владеть приемами И правилами стрельбы из автомата Теперь они днем и ночью могут выполнить любое упражнение Прием стрельбы лежа по разделениям Делай, раз Подать правую руку вверх при мне Делай, два Снять автомат с плеча Подхватить его левой рукой за спусковую скобу и ствольную коробку Делай, три Взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье Делай, четыре Сделать полный шаг правой ногой вперед и немного вправо Опуститься на левое колено Делай, пять Опереться на левую руку Лечь на левый бок и быстро перевернуться на живот Раскинуть ноги носками наружу Для повышения меткости используются упоры А при отсутствии упора Можно упирать автомат магазином в грунт Нужно взять автомат в правую руку Быстро опуститься на правое колено И присесть на каблук Бедра должны составлять угол Близкий к прямому Есть ли автомат в положении на ремень? Нужно снять автомат с плеча и подхватить его левой рукой за цевье и ствольную накладку Одновременно повернуться в полуборота направо к цели Не приставляя левой ноги Отставить ее влево примерно на ширину плеч Распределить тяжесть тела равномерно на обе ноги Зарядить автомат Если автомат в положении на грудь Нужно левой рукой взять автомат за цевье и ствольную накладку Правой за шейку приклада И приподняв автомат вверх освободить правую руку от ремня Снять автомат Одновременно повернуться в полуборота направо к цели Снять автомат с предохранителя Теперь прицелиться Я это еще со школы помню Вах, молодой человек, совсем не тот правый глаз закрыт Зачем дышишь? Задержи дыхание, когда нажимаешь на спусковой крючок Вах, плохой солдат, а ну-ка, школьники Задержи дыхание, когда нажимаешь на спусковой крючок Вах, плохой солдат, а ну-ка, школьники Вах, плохой солдат, а ну-ка, школьники Вах, плохой солдат, а ну-ка, школьники Задержи дыхание Вах, плохой солдат, а ну-ка, школьники ИНТРИГУЛИТА КОНЕЦ Солдат нашего отделения Гриша Векшин убедительно доказал, что он не зря был назначен пулеметчиком. Ручной пулемет Калашникова является наиболее мощным автоматическим оружием стрелкового отделения. Большинство частей механизмов ручного пулемета имеют такое же устройство, как и соответствующие части и механизмы модернизированного автомата Калашникова. Основные части ручного пулемета. Ствол со ствольной коробкой с прицельным приспособлением, сошкой, прикладом. Крышка ствольной коробки. Затворная рама с газовым поршнем. Затвор. Возвратный механизм. Газовая трубка со ствольной накладкой. Ударно-спусковой механизм. Цевьё. Магазин. Барабанный или коробчатый. Материальную часть оружия Гриша изучил блестяще. А потом? Потом была долгая и терпеливая отработка приёмов стрельбы. Сначала нужно было усвоить, что стрельба из пулемёта слагается из трёх элементов. Изготовка к стрельбе. Производство стрельбы. И прекращение стрельбы. Изготовку для стрельбы лёжа по разделениям. Делай. Раз. Подать правую руку вверх по ремню. Снять пулемёт с плеча и подхватить его левой рукой. Делай. Два. Взять пулемёт в правую руку. Делай. Три. Левой рукой откинуть сошки. Поставить пулемёт на сошки в направлении стрельбы. Делай. Четыре. Упереться руками о землю. Делай. Пять. Ноги отбросить назад и раскинуть в стороны. Дослать патрон в патронник. Поставить прицел и установить переводчик на автоматический вид огня. Прицелиться. Прочно удерживать приклад при стрельбе. Любое упражнение давалось Векшину легко и быстро. Потому что выполнял он их с любовью, старательно и терпеливо. Когда пришло время стрельб, Векшин на практике почувствовал достоинство ручного пулемёта Калашникова. Он убедился, что простота его устройства, лёгкость и портативность позволяют вести огонь из пулемёта на ходу без остановки. С короткой остановки. И с любого положения. СКРИКИ СКРИКИ Потом нужно было научиться выбирать позицию для стрельбы, вести наблюдение, выбирать цели. Рядовой Векшин, вы обнаружены противником. Вы допустили ошибку. Вспомните упражнение. Нельзя выбирать место для стрельбы вблизи выделяющихся предметов, а также на гребнях возвышенностей. Место для стрельбы должно обеспечивать наилучший обзор и обстрел. Хорошо маскировать от наблюдения противника и не мешать выполнению приемов стрельбы. Вы не вели наблюдения и противник обнаружил вас раньше, чем вы его. Рядовой Векшин, повторите упражнение. Вот так правильно. Не забывайте непрерывно наблюдать за полем боя. Местность осматривайте справа налево, от ближних предметов к дальним. Особое внимание обращайте на скрытые подступы, так как даже незначительные признаки могут облегчить обнаружение противника. Рядовой Векшин, что вы должны делать одновременно с наблюдением за противником? Я должен быстро отыскивать и поражать цели. Появились две цели. Какую из них выберете? Правильно. Необходимо поражать наиболее опасную и важную цель. А если цели равны по важности? Именно так. Поражать нужно ближнюю и наиболее уязвимую. Появилась более важная цель. Правильно. Нужно немедленно перенести огонь на нее. Подвижная цель. Эх, не успел. Вот она. Пусть подойдет на величину упреждения. Воздушная цель! Воздушная цель! И здесь тоже упреждение. Вынос точки прицеливания. Стрельбы ночью. Серьезные испытания. Как покажут себя мои ребята? Бою! Бою! Рядовой спорцов в стрельбе готов. Тут главное успеть прицелиться, поймать мишень. Хороший помощник ночной стрелковый прицел. Молодцы, ребята. Умело стреляют. Нелегко досталось им это умение. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok